Сейчас здания 12-й школы пустуют из-за начавшихся летних каникул, но с наступлением нового учебного года коридоры и кабинеты оживлённей не станут. Дело в том, что в Тимиртау проявили анализ учебных учреждений города и выявили, что в этой школе самое маленькое количество учеников – 225. Проведя расчёты, Акимат города постановил оптимизировать 12-ю школу и приостановить её деятельность на неопределённый срок, так как содержать её просто невыгодно. Оставшимся без собственной школы ученикам и их родителям предложили перевестись в среднюю школу номер 23. Говорят, в ней как раз всем хватит места. По словам директора учебного учреждения, в 23-й школе обучаются 516 детей из 920 возможных, потому проблем с нехваткой места не возникнет. Приказ был 6 мая по оптимизации и 6 мая мы уже готовы принять детей. У нас 21 комплекта классов в этом году. Проектная мощность распозволяет, у нас более 300 детей. А в 12-й школе, по-моему, около 200 детей, поэтому школа позволяет принять детей. И никаких проблем по кабинетам, по оборудованию у нас нет. Не останутся без работы и педагоги 12-й школы. По словам чиновников от образования, их всех трудоустроят другие школы города. Но самым лучшим вариантом специалисты называют перевод в любое учебное учреждение города целым классом. Для родителей предложен такой вариант, как переход, как мы называем, класс-комплектом. То есть есть класс в 12-й школе, есть классный руководитель, к которому уже привыкли, наладили отношения в классе, школьники между собой. И переход для вот этих школьников вместе с классным руководителем, либо учителем начальной школы, он будет, соответственно, для детей самым безболезненным. Потому что они в целом классом переходят в другое учебное заведение. Само же здание 12-й школы пустовать не будет. В нем продолжит работу мини-центр для детей-дошкольников. Передавать здание в частные руки темиртовские чиновники также не будут, так как это будет являться нарушением законодательства, согласно которому в городе не должно уменьшаться количество учебных учреждений, а вот замораживать их не запрещено.